Семьи Фрузинского района вышли на лед со щетками и камнями в руках. Соревнования среди семейных команд по керлингу прошли в Купчинском керлинг-клубе. С правилами игры в керлинг многие из этих пап, мам и их детей познакомились только выйдя на лед. Тренер объяснил участникам соревнований правила, помог распределить задачи среди членов команды и вооружил камнями и щетками, главными атрибутами игры. Многочисленные соревнования, в том числе Олимпиада, доказывают, что русские женщины играют в керлинг намного лучше, чем мужчины. Возможно, таких результатов удается добиться благодаря многочисленным тренировкам дома со шваброй в руках. Во всяком случае, именно от силы, натирания и скорости зависит, попадет камень в цель или нет. Оптимальное количество участников в команде – 4 человека, поэтому больше всего шансов на победу имели семьи с двумя детьми. Среди них – Красновы, которые к восьмой последней попытке попасть в цель, втянулись в игру и одержали победу над своими соперниками. Первый раз. И сразу победа. В первом матче, в самом случае, пока что. Ну как, сложно или не сложно? Нет. Нет, ты мне сложно. По итогам соревнований семья Красновых заняла второе место. Всего в керлинг-матче приняло участие 11 команд. Победители получили медали и кубки. Следующие семейные соревнования пройдут в ноябре. На этот раз купчинцев будут знакомить с боулингом. Зарегистрировать свою семью на участие в соревнованиях можно на сайте организатора Центра физкультуры и спорта Фрунзенского района.